Эрик Фрэнк Рассел Положив мясистую руку на свой конец столика, за которым они завтракали, Марта, багровая и осипшая от злости, говорила медленно и ядовито Пятнадцать лет я наставляла тебя, учила уму-разуму, семьсот восемьдесят недель по семи дней каждая я старалась исполнить свой долг жены и сделать мужчину из тебя тряпки Она хлопнула широкой мозолистой ладонью по столу так, что молоко в молочнике заплясало И чего я добилась? Март, ну будет же! Равнёхонько ничего, кричала она Ты всё такой же ползучий, плюгавый, бесхребетный, трусливый, заяц и слезняк Нет, ну я всё-таки не такой, слабо запротестовал Гримбл Докажи, загремела она Докажи это! Пойди и сделай то, на что у тебя все пятнадцать лет не хватало духу Пойди и скажи этому своему директору, что тебе полагается прибавка Сказать ему? Гримбл в ужасе заморгал Ты имеешь в виду попросить его? Нет, сказать! В её голосе прозвучал жгучий сарказм Она по-прежнему кричала Он меня уволит! Так я и знала! И ладонь снова хлопнула от стол Молоко выпрыгнуло из молочника и расплескалось по столу Пусть увольнеет Тем лучше Скажи ему, что ты этого пятнадцать лет ждал и пни его в брюхо Найдёшь другое место А вдруг нет? Спросил он чуть ли не со слезами Но мест повсюду полно Десятки Марта встала и при виде её могучей фигуры Он ощутил обычный боязливый трепет Хотя, казалось бы, за пятнадцать лет мог бы привыкнуть к её внушительным пропорциям Но, к несчастью, эти места для мужчин Тримбл поёжился и взял шляпу Ну, я посмотрю, пробормотал он Ты посмотришь Ты же год назад собирался посмотреть И два года назад Он вышел, но её голос продолжал преследовать его и на улице И три года назад И четыре Тьфу! Он увидел своё отражение в витрине Низенький человечек с брюшком Робко горбящийся Пожалуй, все они правы С морчок и ничего больше Подошёл автобус Тримбл занёс ногу на ступеньку Но его тут же столкнул внутрь подошедший сзади мускулистый детина А когда он робко протянул шофёру бумажку Детина оттолкнул его, чтобы пройти к свободному сиденью Тяжёлый, жесткий локоть нанёс ему чувствительный удар по рёбрам Но Тримбл смолчал Он уже давно свыкся с такими толчками Шофёр презрительно сыпал мелочь ему на ладонь Насупился и включил скорость Тримбл бросил пятицентовик в кассу и побрёл по проходу У окна было свободное место, отгороженное плотной тушей сизощёкового толстяка Толстяк смеял Тримбла пренебрежительным взглядом И не подумал подвинуться Представ на цыпочки Тримбл вгел пухлые пальцы в ремённую петлю И повис на ней, так ничего и не сказав Через десять остановок он слез Перешёл улицу, привычно описав крутую петлю Чтобы пройти подальше от группы полицейского коня Затрусил по тротуару и благополучно добрался до конторы Попсон уже сидел за своим столом и на «Доброе утро» Тримбла проворчал «Хэх!» Это повторялось каждый божий день «Доброе утро!» и «Хэх!» Потом начали подходить остальные Кто-то буркнул Тримблу в ответ на его «Здравствуйте!» Что-то вроде «Приветик» Прочие же хмыкали, фыркали или ехидно усмехались В десять прибыл директор Он никогда не приезжал и не являлся А только прибывал И на этот раз тоже Директор прошествовал к себе в кабинет Точно там ему предстояло заложить первый камень памятника Окрестить линейный корабль Или совершить ещё какой-нибудь высокоторжественный ритуал Никто не смел с ним здороваться Все старались придать себе чрезвычайно почтительный И одновременно чрезвычайно занятый вид Но Тримбл, как не чился, выглядел только ухмыляющимся бездельником Подождав около часа, чтобы директор успел справиться с утренней почтой Тримбл судорожно сглотнул Постучался И вошёл «Прошу прощения, сэр!» «А?» «Бычья голова вскинулась Свирепые глазки парализовали просителя Что вам ещё надо?» «Ничего, сэр, ничего!» Робко заверил Тримбл, похолодев «Какой-то пустяк, и я уже забыл» «Ну, убирайтесь вон!» Тримбл убрался В двенадцать он попробовал пробудить в себе стальную решимость Но стали явно не хватило, и он со вздохом вновь опустился на стол Без десяти час он рискнул сделать ещё одну попытку Встал перед директорской дверью, поднёс к филёнке согнутый указательный палец И передумал Лучше попробовать после обеденного перерыва На сытый желудок он станет смелее По дороге в кафетерий ему предстояло пройти мимо бара Он проходил мимо этого бара тысячи раз, но внутри не бывал никогда Однако теперь ему пришло в голову, что глоток виски мог бы его подбодрить Он настороженно огляделся Если Марта увидит его на пороге этого злачного места, ему придётся плохо Однако Марты в окрестностях не наблюдалось, и девять собственных храбрости Тримбл вошёл в бар Клиенты, или завсегдота, или как они там называются, проводили его откровенно подозрительными взглядами Вдоль длинной стойки их сидело шестеро, и все шестеро, несомненно, сразу распознали в нём любители минеральной воды Он хотел ориентироваться, но было уже поздно «Что угодно?» — спросил бармен «Выпить» Чей-то хриплый смешок подсказал Тримблу, что его ответ был излишне общим И волос назвать конкретный напиток Но кроме пива он ничего вспомнить не сумел, а пиво ему ничем помочь не могло «А что лучше?» — находчиво спросил он «Смотря для чего?» — это как же «Ну, с радостью вы пьёте, с горя или просто так?» «С горя!» — пылко объявил Тримбл «Только с горя!» Один момент И взмахнув салфеткой, бармен отвернулся Несколько секунд он жонглировал бок бутылками И потом поставил перед Тримблом бокал с мутноватой жёлтой жидкостью С вас сорок центов Тримбл заплатил и заворожённо уставился на бокал Бокал манил его и пугал Он чаровал и внушал ужас, как вставшая на хвост кобра Тримбл всё ещё смотрел на жёлтую жидкость, когда пять минут спустя его сосед в широкоплечии Герзилы небрежно протянул волосатую лапу Взял бокал и одним махом осушил его Только Тримбл мог стать жертвой подобного нарушения кабацкой этики «Всегда рад услужить другу!» Сладким голосом сказал Герзилы, а глаза его добавили «Только пикни у меня!» Не возразив, не запротестовав, Тримбл понуро вышел из бара Презрительный взгляд бармена сжёг ему спину Хриплый хохот завсегдатаев огнём опалял его затылок и уши Благополучно выбравшись на улицу, он предался тоскливым размышлениям «Почему? Ну почему все пинки и тычки выпадают на его Толю? Разве он виноват, что не родился дюжим хулиганом? Он уж такой, какой есть! Главное, что ему теперь делать?» Конечно, он мог бы обратиться к этим психологам Ведь они же доктора А он смертельно боялся докторов, которые в его сознании ассоциировались с больницами и операциями К тому же они, наверное, просто его высмеют Над ним всегда смеялись с тех пор, как он себя помнил Если хоть что-нибудь в мире, чего он не боялся бы Хоть что-нибудь Рядом кто-то сказал Только не пугайтесь Я думаю, что смогу вам помочь Обернувшись, Тримбл увидел невысокого иссохшего старичка с белоснежными волосами и пергаментным морщинистым лицом Старик смотрел на него удивительно ясными синими глазами Одет он был старомодный и чудаковатый, но от этого казался только более ласковым и доброжелательным Я видел, что произошло там Старичок кивнул в сторону бара Я вполне понимаю ваше состояние Почему это я вас заинтересовал, настороженно спросил Тримбл Меня всегда интересуют люди Он дружески взял Тримбла под руку и они пошли по улице Люди ведь куда интереснее неодушевленных предметов Синие глаза ласково посмеивались Существует непреложное правило, что у каждого есть какой-то выдающийся недостаток Или, если вам угодно, какая-то главная слабость И чаще всего это страх Человек, не боящийся других людей, может испытывать смертельный ужас перед раком Многие люди страшатся смерти, а другие, наоборот, пугаются жизни Это верно, согласился Тримбл, невольно оттаивая Вы раб собственных страхов, продолжал старик Положение усугубляется еще и тем, что вы отдаете себе в это полный отчет Вы слишком ясно сознаете свою слабость Еще как! Об этом я и говорю Вы знаете о ней Она постоянно присутствует в вашем сознании Вы не способны забыть про нее хотя бы на минуту Да, к сожалению, сказал Тримбл Но, возможно, когда-нибудь я сумею ее преодолеть Может быть, может быть, я обрету смелость Бог свидетель, я сотни раз пробовал Ну, разумеется Морщинистое лицо расплывлось веселые улыбки И вам недоставало только одного Постоянной поддержки верного друга, который никогда не покидал бы вас Человек нуждается в ободрении, а иной раз в прямом содействии И ведь у каждого человека есть такой друг А мой где же, мрачно осведомился Тримбл Сам себе я друг, хуже некуда Вы обретете поддержку, которая дается лишь немногим избранным Пообещал старец Он опасливо оглянулся по сторонам и опустил руку в карман А вам будет оно испить из источника, скрытого в самых недрах земли Он достал узкий длинный флакон, в котором искрилась зеленая жидкость Благодаря вот этому Вы обретете уши, способные слышать голос тьмы И язык, способный говорить с ее порождениями Что-что? Возьмите! Настойчиво сказал старец Я отдаю вам этот напиток, ибо высший закон гласит, что милость порождает милость, а из силы родится сила Он вновь ласково улыбнулся Вам теперь остается победить только один страх Страх, который мешает вам осушить этот фиал Старец исчез Тримбл никак не мог сообразить, что, собственно, произошло Только секунду назад его странный собеседник стоял перед ним И вот уже сгорбленная фигура исчезла среди пешеходов в дальнем конце улицы Тримбл постоял Посмотрел ему вслед Потом перевел взгляд на свои пухлые пальцы, на зажатый в них флакон И спрятал его в карман Тримбл вышел из кафетерии на 10 минут раньше, чем требовалось для того, чтобы вернуться в контору вовремя Его желудок не был ублаготворен, а душу грызла тоска Ему предстояло выдержать либо объяснение с директором, либо объяснение с Мартой Он находился между молотом и наковальней, и это обстоятельство совсем лишило его аппетита Он свернул с улицы в проулок, заканчивавшийся пустырем, где не было снующих застырет прохожих Отойдя в дальний конец пустыря, он достал сверкающий флакон и принялся его разглядывать Содержимое флакона было ярко-зеленым и на вид маслянистым Какой-нибудь наркотик, а то и яд Гангстеры перед тем, как грабить банк, накачиваются наркотиками Как же подействует такое снадобье на него? А если это яд, то смерть его может быть будет тихой и безболезненной Будет ли плакать Мартой, увидев его застывший труп с благостной улыбкой на восковом лице? Откупорив флакон, он поднес его к лицу и ощутил сладостный, почти неуловимый аромат Близнув пробку, он провел кончиком языка по небу Жидкость оказалась крепкой, душистой и удивительно приятной Крембл поднес флакон к губам и выпил его содержимое до последней капли Впервые в жизни он решился рискнуть, добровольно сделать шаг в неизвестное Мог бы и не тянуть так, заметил нечеловеческий голос Крембл оглянулся На пустыре никого не было Он бросил флакон, не сомневаясь, что голос ему почудился Смотри вниз, подсказал голос Крембл оглядел пустырь Никого, но и зелье У него уже начинаются галлюцинации Смотри вниз, повторил голос с раздражением Себе под ноги дурак ты круглый И после паузы обиженно добавил Я ж твоя тень О господи, простонал Крембл, пряча лицо в ладонях Я разговариваю собственной тенью С одного раза допился до розовых слонов Пошевели, пошевели мозгами Негодующий посоветовала тень Черный призрак есть у каждого человека Только не каждый олух говорит на языке тьмы Несколько секунд тень размышляла А потом скомандовала Ну ладно, пошли Куда? Начнем с того, что вздуем ту мокрицу в баре Что? Возопил Тримбл Двое прохожих на тротуаре остановились И стали с удивлением оглядывать пустырь Но Тримбл этого даже не заметил Мысли у него мешались Он ничего не сознавал, кроме дикого страха Вот-вот на него наденут смирительную рубашку И запрут в отделении для вуйно-повешенных Да перестань ты драть глотку Тень поблекла, потому что небольшое облако заслонило солнце Но вскоре обрела прежнюю черноту Ну, раз уж мы с тобой начали разговаривать Я, пожалуй, заведусь именем Можешь звать меня... Кларенс К... К... А что? Раз плохое имечко? Воинственно осведомилась тень А ну заткнись Подойди к стене Вот так Видишь, как я поднялся? Видишь, насколько я тебя больше? Ну-ка согни правую руку Чутненько А теперь погляди на мою руку Хороша, а? Да чемпион мира в тяжелом весе полжизни за нее отдал бы Господи, простонал Тримбл, напрягая пиццепс и умоляюще возводя глаза к небу Мы с тобой можем теперь работать заодно Продолжал Кларенс И только прицелься А уж удар я беру на себя Только становись против свет Так, чтобы я был большим и сильным А дальше пойдет как по маслу Бей в точку и помни, что я с тобой Только скни его кулаком А уж я так к нему врежу, что он от потолок треснется Понял? Да, еле слышно, пробормал Тримбл Угливо покосившись через плечо Он обнаружил, что число зрителей увеличилось до десяти Так, повернись так, чтобы я был позади Скомандовала тень Сначала сам размахнись, а второй раз я тебя поддержу Но ты видишь, какая будет разница Тримбл покорно повернулся к ухмыляющимся зевакам И взмахнул пухлым кулаком Как он ожидал, никакого удара не получилось Он отступил на шаг И снова замахнулся, напрягая все тилы Его рука рванулась Вперед, как поршень, увлекая за собой тело И он еле удержался на ногах Зрители захохотали Видал? Что я тебе говорил? Не найдется и одного человека на десять Чтоб он знал свою настоящую силу Кларенс спустил призрачный смехок Ну вот мы и готовы Может, пошибаем с ног этих типчиков, чтобы набить руку? Нет! Крикнул Тримбл и утер пот с багрового полубезумного лица К зрителям присоединилось еще пять человек Ладно, как хочешь А теперь пошли в бар и помни, что я всегда рядом с тобой Все больше и больше замедляя шаг Тримбл наконец добрался до бара Он остановился перед ходом, чувствуя, как трясутся у него поджилки А его дрочливая тень торопливо давала ему последние наставления Так, меня никто не слышит, кроме тебя Ты принадлежишь к немногим счастливцам, которым открылся язык тьмы Мы войдем вместе, и ты будешь говорить и делать то, что я тебе скажу И что бы ни случилось Не дрейся, я с тобой, а я могу свалить с ног бешеного слона Поп-поп-понятно, согласился Тримбл без всякого восторга Ну и чудненько, так какого черта ты топчешься на месте? Тримбл открыл дверь и вошел в бар походкой преступника, поднимающегося на эшахот Там сидела вся та же компания во главе с дюжем Мерзилой Бармен взглянул на вошедшего Гаденько ухмыльнулся и многозначительно ткнул в его сторону большим пальцем Мерзилов выпрямился и нахмурил брови Продолжая ухмыляться, бармен осведомился Чем могу служить? Зажди ты свет! Под усторонним голосом прошипел Тримбл И я тебе кое-что покажу Ну вот Он отрезал себя в будикоступлению И теперь придется претерпеть все до конца Пока санитары не вынесут его отсюда на носилках Бармен прикинул В любом случае шубка обещала выйти занимательной И он решил исполнить Исполнить просьбу этого коротышки Будьте любезны, сказал он И щелкнул заключателем Тримбл оглянулся и несколько воспрянул духом Рядом с ним выселся Кларенс Уходя под потолок точно сказочный джин Валяй! Скомандовала гигантская тень Приступай к делу Тримбл шагнул вперед Схватил рюмку верзилы И выплеснул содержимое ему в физиономию Верзилов встал точно во сне Крякнул, утер лицо и снова крякнул Потом снял пиджак, аккуратно сложил его И бережно опустил на стойку Медленно, внятно и очень вежливо Он сказал своему противнику Богатым меня не назовешь Но сердце у меня на редкость доброе Уж я позабочусь, чтоб тебя схоронили поприличнее И могучий кулак описал в воздухе стремительную дугу Пригнись, рявкнул Кларенс Тримбл встянул голову в ботинки И почувствовал, как по его волосам промчался экспресс Давай, иступленно скомандовал Кларенс Подпрыгнув, Тримбл выбросил кулак вперед Он вложил в это движение весь свой вес И всю свою силу целескоты тверзил И на мгновение ему показалось, что его рука пробила шею противника насквозь Он снова ударил по шестидесятому этажу небоскреба И результат получился не менее эффектный Верзила рухнул, как бык под обухом Ого! И мы кое-что можем! Еще раз! Неинствовал Кларенс Дай ему еще врезу! Дай врежу! Пусть столько встанет! Верзила пытался подняться на ноги На его лице было написано недоумение Он почти выпрямился, неуверенно поводя руками И стараясь разогнуть подгибающиеся ноги Дримбл завел правый кулак как можно дальше Так что у него хрустнул сустав А потом дал волю руке, целясь противнику по сапатке Раздался чмокающий удар Точно лопнул слишком сильно надутый мяч Голова верзила и мотнулась Грозя вот-вот отделиться от плеч Он зашатался, упал И прокатился по полу Кто-то благоговейно охнул Дрожа от возбуждения Дримбл повернулся спиной к поверженному противнику И направился к стойке Бармен точно подскочил к нему с самым почтительным видом Дримбл послюнил палец и нарисовал на стойке круглую рубицу Ну-ка! Подрисуй к ней кудряшки Бармен заколебался Поглядел по сторонам с умоляющим видом И судорожно сглотнул Потом покорно облизал палец И подрисовал кудряшки Дримбл выхватил у него салфетку Попробуй еще раз состроить мне гримасы И с тобой вот что будет Энергичным движением он стер рожится Гладного, мистер, умоляющий пропормотал Бармен А пошел ты! Дримбл впервые в жизни Употребил крепкое выражение Он швырнул салфетку Бармену Оглянулся на свою крепящую жертву И вышел Когда его короткая округлая фигура Исчезла за дверью Кто-то из завсегдатаев сказал Это надо же! Набрался наркотиков Теперь то и гляди Преступнет кого-нибудь Не скажи! Бармен был напуган и смущен По виду разве разберешь? Возьми вон улитку Маккифа Он в своем весе мировой чемпион А с видом мозгляк-мозгляком Мне этот типчик сразу не понравился Может он брат улитки? Не исключено! Задумчиво согласился его собеседник Верзила на полу перестал хрипеть Икнул Охнул И выругался Перекатившись на живот Он попробовал встать А теперь к директору Со смаком сказал Кларенс Нет, 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 только не это кроткое лицо Тримбла еще багровело от недавнего напряжения Он то и дело опасливо косился через плечо В ожидании грозной И как он полагал неизбежной погоне Ему не верилось, что он действительно сделал то, что он сделал И он не понимал, как ему удалось выйти из такой передряги живым Я сказал к директору Тыква, ты ходячая Раздраженно повторила тень Ну не могу же я бить директора Пронзительно запротестовал Тримбл Ну я таки за решетку попаду За что бы это? Поинтересовался прохожий Останавливаясь И с любопытством Расглядывает толстячка Который рассуждал вслух Ни за что Я разговаривал сам с собой Тримбл умолк Так как его тени Очень не понравилось Что их перебили Ему вовсе не хотелось следовать ее совету Но другого выхода не оставалось Эй, эй Крикнул он во след отошедшему прохожему Тот вернулся Не ссой нос, чужие дела, ясно? Грубо сказал Тримбл Ладно, ладно Не лезьте в бутылку Испуганно отозвался прохожий И торопливо зашагал прочь Видал? Буркнул Кларенс Ну а теперь к директору Зря мы задираться не станем Будь спок Будь спокоен Поправил Тримбл Будь спок Не отступал Кларенс Сначала мы поговорим А если он не пойдет нам навстречу Ну тогда мы прибегнем к силе Немного помолчав он добавил Только не забудь включить свет Ладно, не забуду Тримбл смирился с тем Что еще до вечера угодит в тюрьму Если не вмолк С мученическим видом Он вошел в подъезд И поднялся в контору Добрый день Ха Отозвался Отсон Тримбл зажег свет Повернулся Поглядел, где находится его темный союзник Подошел вплотную к Отсону И сказал очень громко От свиньи я ничего кроме хрюканья и не жду Разрешите привлечь ваше внимание к тому обстоятельству, что я сказал вам добрый день А? Что? Отсон растерялся от неожиданности и испуга А, ну, конечно, добрый день Кто-то И учтите на будущее С трудом волоча непослушные ноги Ничего не соображая, Тримбл направился к директорской двери Он поднял согнутый палец, готовясь постучать И не думай, заявил Кларенс Тримбл содрогнулся, схватил дверную ручку и деликатно ее повернул Глубоко вздохнув, он так ударил по двери, что она с оглушительным треском распахнулась, едва не слетев с петель Директор взлился над своим столом Тримбл вошел Вы! Взревел директор, трясясь от ярости Вы уволены! Тримбл повернулся и вышел, аккуратно прикрыв за собой злополучную дверь Он не произнес ни слова Тримбл! Закричал директор и голос его кромом проходился по кабинету Идите сюда! Тримбл снова вошел в кабинет Плотно прикрыв дверь, за которой остались настороженные уши всей конторы Он смерил директора свирепым взглядом, подошел к стене и щелкнул выключателем Затем описав несколько зигзагов, пока не обнаружил, в каком именно месте Кларенс вырастает до потолка Директор следил за его маневрами, упершись ладонями в стол Глаза на его полиловившем лице совсем вылезли из орбиты Несколько секунд они молча смотрели друг на друга И тишину нарушало только тяжелое астматическое дыхание директора Наконец директор просипел Вы напились, Тримбл? Мой вкус в отношении освежающих напитков обсуждению не подлежит, категорическим тоном, сказал Тримбл Я пришел сообщить, что ухожу от вас Уходите! Директор выговорил это слово так, словно оно было ему незнакомо Вот именно Я вашей лавочкой сыпь по горлу Я намерен предложить свои услуги Робинсону и Фленагену Директор скинулся, как испуганная лошадь, а Тримбл продолжал, чертя голову Они мне хорошо заплатят за те знания, которыми я располагаю Мне надоело жить на эти нищенские крохи Послушайте, Тримбл, сказал директор, с трудом приводя дух Мне не хотелось бы терять вас, ведь вы столько лет служите здесь Мне не хотелось бы, чтобы ваши бесспорно незаурядные способности пропадали зря А что вам могут предложить такие мелкие мошенники, как Робинсон и Фленаген? Я прибавлю вам два доллара в неделю Да я ему съедью рыло, упоенно предложил Кларенс Нет, крикнул Тримбл Три доллара, сказал директор Ну чего тебе стоит? Один разочек Не отступал Кларенс Нет, возопил Тримбла, вливаясь потом Ну хорошо, я дам вам пять Лицо директора перекосилось Но это мое последнее слово Тримбл вытер вспотевший лоб Пот струйками стекал по его спине Ноги подгибались Мне самым наглым образом Не доплачивали целых десять лет И я не соглашусь остаться у вас меньше, чем за дополнительных Двенадцать долларов в неделю Вы наживали на мне чистых двенадцать? Так какой двенадцать? Даже двадцать Но так уж и быть Я оставлю вам восемь долларов на сигары И обойдусь двенадцатью Сигары? Робинсон и Фленаген дадут мне на двенадцать больше Ну а вы как хотите Но без этого я не осталась Двенадцать? Директор растерялся Потом разъярился Потом задумался А в конце концов Он принял решение По-видимому, Тримбл я действительно недооценивал Ваши способности Я вам дам прибавку, которую вы просите Он перегнулся через стол и свирепо уставился на Тримбла Но вы подпишете обязательство не уходить от нас Идет Я так и быть останусь Уже в дверях он добавил Весьма обязан Видал, сказал Кларенс Ничего не ответив на зойливые тени Тримбл сел за свой стол И повернувшись к Отсену Сказал голосом, который разнесся по всей комнате А приятная стоит погодка Ммм Что, рякнул Тримбл Очень-очень приятное Кротко согласился Отсену До самого конца рабочего дня Сердце Тримбла пело, как соловьиная роща Одним-то образом вся контора узнала подробности его объяснения с директором И теперь в тоне тех, кто с ним заговаривал, звучало нечто новое Впервые в жизни ему даже не верилось Он чувствовал, что его уважают Когда он убрал счетные книги и вышел из конторы, накрапывал дочь Но это его нисколько не смутило Холодные капли приятно освежали его вскоряченное сияющее лицо Влажный воздух пьянил, как старое вино Презрев автобус, он бодро зашагал по мокрому тротуару Ему рисовалось обшеломленное лицо Марты И он принялся наслистывать веселый мотивчик Из-за угла впереди донесся резкий звук, словно лопнула шина И еще, и еще, и еще Раздался топот бегущих ног и завернув за угол Тримбл увидел, что навстречу ему бегут два человека Один опережал другого шагов на шесть И оба держали в руках пистолеты Когда у бегущего впереди оставалось шагов тридцать Тримбл узнал в нем Верзилу из бара Он похолодел Дальше по улице слышались крики И он сообразил, что эти двое спасаются бегством Если Верзил его узнает, он прикончит его на месте Не заметив бега, и негде спрятаться Негде укрыться за остающиеся считанные секунды Хуже того, небо затягивали черные тучи И его бесценной тени нигде не было видно Кларенс, в испуге пискнул он Ответа не последовало Но его вопль привлек внимание Верзилы, который, тотчас узнав его, оскалил зубы в мертвящую смешке и поднял пистолет От дрожащей жертвы его отделяло не более трех шагов Промотнуться на таком расстоянии было невозможно Тримбл ударил Верзилу носком ботинка в коленную чашечку Он сделал это не под влиянием отчаяния, как загнанная в углу крыса Нет, его поступок был продиктован логичным выводом, что спастись он может Только если будет действовать так, словно его исчезнувшая тень все еще рядом И он выбросил вперед ногу, целясь в колено, вкладывая в этот пинок всю свою силу Верзилы ввинтился головой в тротуар Словно намереваясь поглядеть, что делается в метро При виде этого приятного зрелища Тримбл заподозрил, что его тень, возможно, все-таки находится где-то поблизости Хотя и остается невидимой Эта мысль его ободрила Тем временем перед ним вырос второй беглец Глядевший на него с таким изумлением, словно он видел, как муравей преобразился в льва Это был высокий, долговязый субъект, и Тримблу нечего было и думать бегинуться до его кадыка Он наклонил голову и потнул его в живот Субъект ойкнул и услужливо согнулся пополам, а Тримбл ударил его по кадыку Однако тот не принял ожидаемого горизонтального положения Его зеленовато-бледное лицо покраснело от боли и злости И он замахнулся на Тримблу рукояткой пистолета Но Тримбл не стал дожидаться удара Используя прежний опыт, он скинул голову в плечи, снова выбросил ее вперед И потнул противника в солнечное сплетение Тот снова согнулся пополам, и Тримбл, что было силой, ударил его в нос Взади него что-то треснуло И раскаленный вихрь царапнул мочку его левого уха Но Тримбл не обратил на это внимание, думая только о лице, которое продолжал видеть перед собой Там, где послушался треск, теперь раздавались грязные ругательства Кругом кричали люди, приближался топот тяжелых ног Тримбл ничего не слышал Он не осознал, что его первый противник очнулся Для него сейчас существовала только злобная оскаленная рожа перед ним И он бил по ней, что есть мощь Запрокидывал ее, пригибал к низу Что-то жесткое и шишковатое обрушилось из пустоты на его собственную левую стулу А затем, казалось, принялось ломать ему ребра Но Тримбл продолжал молотить по роже, только по роже Его сердце крисало в груди, он уже не дышал, а хрипел Но тут между ним и ненавистной рожей мелькнуло что-то черное и продолговатое Опустилась на нее, а прокинула вниз Тримбл нанес еще два удара по воздуху и опустил руки, дрожа всем телом и растерянно моргая Постепенно у него в глазах прояснилось Полицейский сказал Мистер, хоть вы ростом и не вышли, но деретесь прямо насмерть Осмотревшись, Тримбл увидел, что его недавних противников со всех сторон окружили полицейские Первый это Хэм Карлотти, продолжал его собеседник Мы за ним давно уже охотились Он окинул Тримбла восхищенным взглядом Тут мы у вас в долгу Если вам понадобится от нас помощь, так не стесняйтесь Тримбл вытащил платок, прижал его к уху, потом поднес к глазам Платок покраснел от крови Господи, да из него кровь фонтаном хлещет И тут Тримбл почувствовал, что его левый глаз заплыл, скула отчаянно болит, а ребра как будто все переломаны Ну и вид у него, наверное Вы можете оказать мне услугу теперь же, сказал он Я еще мальчишкой мечтал прокатиться домой в полицейской машине Так может сейчас... О чем речь? весело воскликнул полицейский С удовольствием Он крикнул шоферу подъехавшей машины Надо бы подвезти этого джентльмена Он нам здорово помог Куда вам? Тримбл удобно откинулся на спинку сиденья Они рванулись с места Завыла сирена Машины на улицах шарахнулись в стороны Вот это жизнь! Солнце вырвалось из-за облаков и засияло во всю мочь Тримбл вдруг увидел, что рядом с ним едет его тень Кларенс! Слушаю, господин, смиренно отозвалась тень В будущем можешь все предоставлять мне Хорошо, господин, но заткнись, скомандовал Тримбл Это вы кому? Спросил шофер, удивленно поглядев на него Жене, находчиво ответил Тримбл Готовлюсь к бою Улыбаясь до ушей, шофер лихо остановил машину И проводил своего пассажира до дверей Когда Марта открыла, он приложил руку к фуражке и сказал Сударня, ваш муж герой И удалился Герой, фыркнула Марта Скрестив могучие руки на пышной груди Она приготовилась разразиться назидательной речью, но тут ее взгляд упал на разбитую визиономию спутника ее жизни Она выпучила глаза Где это тебя так разукрасили? Не снизойдя до ответа, Тримбл оттолкнул ее и вошел в переднюю Он подождал, чтобы она закрыла дверь, а потом утер разбитые костяшки пальцев в бока Набычился и уставился на нее Он был добрым человеком и не хотел причинять ей боли, но она должна была понять, что имеет дело с мужчиной Марта, я уложил пару гангстеров и вышиб из директора еще 12 долларов в неделю Он замигал, а она бессильно оперлась на стену Много лет я терпеливо сносил твои выходки, но теперь с меня довольна Больше и не пытайся меня пилить «Пилить?» — тупо повторила она, не веря своим ушам Иначе я тебе так врежу, что ты пожалеешь, что не обзавелась парашютом «Гораций!» — она, пошатываясь, сделала шаг к нему вне себя от изумления «Неужели ты способен ударить женщину?» «Еще как!» — ответил он, поплевывая на ноющий кулак «Ах, караций!» — она стремительно обвела руками его шею и запечатлела на его губах звонкий поцелуй «Черт, ну кто их разберет, женщины?» Одни ценят нежность, а другие, вот как Марта, предпочитают что-нибудь погрубее Но он пойдет ей навстречу Ухватив жену за волосы, Тримбл запрокинул ее голову, точно выбрал цель Рассчитал вес и силу и чмокнул ее так, что вокруг все зазвенело С торжествующей усмешкой он взглянул через плечо на свою смирившуюся тень Что она теперь скажет? Но Кларенсу было не до него Ведь у Марты тоже была тень Музыка Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok